Магия кино Мы вынуждены были собраться в таком формате онлайн, как сейчас принято. Но ничего, шоу осталось. Работы участников оценивала компетентная жюри, которая вновь возглавил Егор Кончаловский. После просмотра фестивальных работ он отметил, что нынешняя эпидемиологическая обстановка нашла отражение и в творчестве начинающих авторов. Вот эта вот, так сказать, тревога о будущем, она, мне кажется, присутствует в многих работах в большей степени, чем это было в предыдущие годы. Особенно в художественном кино, конечно, особенно в художественном кино, потому что художественное кино, игровое, да, это наиболее, так сказать, на мой взгляд, в этом смысле, такой, ну, емкий формат, если можно так сказать. Жюри просмотрело абсолютно все представленные на фестиваль работы. Задача эта не из простых, поскольку их было более 170. Сошлись во мнении, что с каждым годом уровень работ возрастает все больше. Это действительно потрясающе. Уже пятый раз проходит фестиваль магии кино. И с каждым годом профессионализм работы растет, количество увеличивается. И хочется, чтобы еще было больше, и фестиваль стал не только всероссийским, но и международным. Разные жанры от документального до игрового художественного кино. Это фестиваль для дебютантов. В нем принимают участие те, кто делает первые шаги в кинематографе. Поэтому оценка жюри для них очень важна. Очень важно для всех участников этого фестиваля получить оценку своей работы, компетентную рекомендацию, в каком направлении двигаться дальше, или еще раз удостовериться, что идут по нужному, по заданному пути. Организатором фестиваля «Магия кино» выступает театральный центр «Жаворонки». Молодежный театр «Крылья» подготовил яркую концертную программу к церемонии награждения. Прекрасно справились со своей задачей сотрудники центра, которые обеспечивали трансляцию фестиваля в интернете и прямое включение лауреатов из разных городов России. Мы, конечно, много-много раз отлаживали эту программу. Мы очень переживали. Я сейчас увидела очень много в чате позитива от людей, которые смотрели, и безумно счастлива. Конечно, какие-то были там накладки, проблемы, но в целом ребята просто грандиозные. В этом году в программе фестиваля появился особый приз от местного отделения партии «Единая Россия» за гражданскую и социальную позицию. Именно в этом году мы от партии «Единая Россия», от нашего сполкома, от главы, учредили небольшой, но особый приз. Участникам этого фестиваля, конечно, будет гран-при, конечно, будут там победители, но у нас будет особый приз, и чек мы сегодня, конечно, тоже вручим. Гран-при фестиваля получила Валентина Коровникова из Санкт-Петербурга за фильм «По ДД». Главным призом для победительницы стал чек на 100 тысяч рублей. Хочу сказать огромное спасибо членам экспертной комиссии, жюри и всем, кто голосовал за мой фильм, кто выбрал его, кому он понравился. Я очень рада быть лауреатом и быть частью этого замечательного мероприятия. Напомним, что фестиваль «Магия кино» проводится уже пятый год подряд и является площадкой для начинающих кинематографистов. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».